Мои хорошие, мы встретились сегодня с Людочкой. Людочка по делам приехала в Киев. И мы встречаемся, это наша кафешечка. Место встречи изменит не меняет. Да, место встречи не меняет. Только это? Да. И немножко пообщаемся с Людочкой. Ну, хотя бы полчаса, но пообщаемся. Мои хорошие, мы заказали себе кофе. Значит, я заказала американо, Людочка с молочком. Значит, я принесла печенье, вот печенье, которое выпекала из семечек тыквы. Людочка еще никогда не пробовала. Люда, вот я хочу посмотреть на твое выражение лица. Ну, давай. Если ты не знаешь, что это семечки тыквы, гарбузовая-синяя, что ты подумаешь, расскажи. Вот, вот твое выражение лица. Смотрите, люди, она еще никогда не пробовала. Ну, это вообще не пахнет тыквой. Семечками, правда? Вообще, как мучные, да? Да. Вот кто любит муку, пожалуйста. Обычная мука. Вот, как обычная мука. Здесь никаких добавочек нет, люди. Только сода, сода, да? И у меня здесь один пакетик всего на все печенье, на все. Ну, я уже праздавала немножко до этого. Вот. На все печенье у меня ушло один, ушел пакетик ванильного сахара и 100 грамм клюквы вяленой. Все. Ну, украсить можно по-разному. Здесь у тебя что? Там у тебя, это нет, это кунжут черный. Кунжут, да. Там орешки. Еще вот у меня орешки здесь. Это миндальные, допустим, лепесточки. Миндальные, да. Красиво. Ну, короче, да, миндальные лепесточки там украшают. Ну, Люда, как? Нормально? Красиво. У меня такое не получится. Да получится, Люда. У меня же духовки нет. Такое, как у тебя. Не выдумай, нормально. Получится. Вони легко выпекаются. Классно. Советуем, правда, Люда? Для всех худеющих, и не только. Во-первых, для детей хорошо. Это же грабузовано-синя от густов. Правда, Люда? Это же классно, как люди добрые. Все, я выпекаю это и как наслаждение, и как насыщение. Ну, они солодки. Ну, они солодки. А я же малую сахару положила. Один пакет. Это 10 грамм сахара. Клюква чувствуется. Клюква, вот. Она дает пикантность, правда? Кислиночка. Ой, классно, да. Так, ну и получаем наслаждение. Нам вкусно, нам сытно. И вы что, убиваем несколько зайцев? Мы работаем еще с этими, с паразитами, с разными. Это же на синяя гарбуза. Классно. Ну, все. Нам приятного кофепития. Вот это картина маслом, да? Вот это курка. Не курка, а квиточка. Просто квиточка. Не курица, а цветочек. Вы только посмотрите на эту политру цвета, люди. Понятное дело. Кто привез мне курицу? Известная фазендерша, Людочка Степанкевич. И Людочка мне рассказывала, как она кормит своих курочек, люди. Обязательно кукуруза. Это цвет. Цвет жира. Желтенький. Обязательно пшеница. Ячмень Людочка еще дает своим курочкам. Обязательно витамины, которые называются золотое яйцо. 200 грамм стоит 50 гривен. Обязательно высевки, отруби. Купила три мешка высевок, отрубей три мешка. Когда варит картошку, добавляет отруби. Потом все мякает. Обязательно трет бурячки. Это ж клондайк витамин, люди. Знаете, что мне сказала Людочка? Таня, я хочу быть своей курочкой, чтобы не так кормили. Людочка хочет быть своей курочкой, люди. Какая польза. Какая польза есть такие курочки, да? Употреблять, я имею ввиду, да? Вот это наварчик. Ну, понятно, жир вот этот сейчас я уберу. О, да грех сливать первую воду с такой курицы. Конечно, нет. Вот этот навар, это здоровье. Сейчас полностью снимаю жир весь. Ну, стараюсь, во всяком случае. И вытоплю его. Я таких курей не видела. Только у Люды Степанкевич. Аккуратно вытапливала жир. Только выделяется. Сразу убираю, сразу сливаю в баночку стерильную. Вот эта баночка у меня 300 грамм. Но это не со всей, конечно, курицы. Еще был у меня отдельно жир. Утречка следующего дня. Пожалуйста. Куриный жир. Желтенький. Яркий. Чистенький. Какая польза. Заодно покажу творожок. Молочница. Хирургическая медсестра. Какая стерильность у нее. Творог. Стратегический продукт. Это концентрат белка. Вы только посмотрите. И сметанка. Само собой, ложечка стоит. Вот это мои стратегические продукты. Вот вам и анализ. Сахар. Прекрасный результат по глюкозе. 4,56. Значит, творог без крахмала, без натрия отечности нет. Здоровенькие были. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому, самому шикарному. Самому уважаемому сообществу. Физкульт привет. Мои хорошие. Приветствую всех вас на своем YouTube канале. Добро пожаловать. Общаемся. Наш формат это похудение. Наш формат это стройность. Наш формат это мотивация. Наш формат это дисциплинка. Самое главное постоянство. Это дисциплина. Вот дисциплина конкретно это спорт. Постоянство, да. Не иногда занимаемся, а каждый день. Вот это дисциплина. Значит, мы с вами обязательно о питании. Так как похудение это питание. Мы с вами обязательно о движении. Потому что похудевший человек хочет иметь хорошую форму тела. А форма тела это только движение. Мы с вами оздоравливаемся. Худеем. Да. Улучшаем форму тела и оздоравливаемся. Значит, мы с вами о здоровье. Короче, люди. Мы с вами о похудении от всей души. Я немножко себе. Значит, я вчера не поленилась. Себя попросила пойти сдать анализы. Ну, Таня, ну 10 минут потеряешь. Давай, иди. Мне не тяжело пройтись, да. Ну, просто я встаю рано, и получается, до 8 часов я ни воду не пью, ни кофе не пью. И мне это сложно уже так. Нельзя выпить даже водички. Нельзя даже выпить кофе себе заварить. Если человек встает 8 часов или полвосьмого, так это классно. Он оделся и пошел сдавать анализы. А тут человек встает полшестого. Это же надо себя мурыжить. Водичку не попить и кофе не выпить. Думаю, ну ладно, Таня. Пойдешь и сдашь анализы. Нужно сдать. Вот я пошла, да. Я немножко себе, как я сдаю анализы. Как правильно нужно сдавать анализы. Значит, если вы идете сдавать анализ на сахар, вы не должны чистить зубы, потому что паста сладкая. Вы почистили зубки, допустим, просто чистой водичкой. Все. Освежили зубки ротик. Освежили никакой пасты в рот, потому что неправильный анализ будет у вас на сахар. Вы не должны идти быстро, потому что при движении сахар падает. Если есть возможность, вы подъезжаете. Вообще даже размножаться нельзя в эту ночь, если вы идете сдавать анализ на сахар. То есть никакого движения, резких движений, потому что анализ будет неправильный. Это что касается сахара. Вот мне пишут, как сдавать анализ, допустим, как себя вести перед сдачей анализа на ТТГ. Вот один доктор говорит, гормон принимать можно, другой говорит, не нужно. Люди, будьте дисциплинированы. Ничего не нужно принимать. Воду не нужно пить. Не важно, это анализ биохимии печени у вас или еще какие-то анализы. Вода не пьется. Гормон не пьется. Он не покажет какой-то другой показатель. Не надо ничего вот там внутри, запуска туда внутрь. Не надо. Вот вы идете на тощак. И все. На тощак. И воду не пьете. И гормон не принимаете. Все. Значит, это что касается гормонов. И я вас дала анализы. И результат пришел в этот же день, вчера на Вайвер. Я вам не показываю, потому что бумажки у меня этой нету. Листка. Он мне не нужен, потому что я для себя сдаю анализы. Я вам честно рассказываю. Я неврушка изоолиса. Значит, меня, мои анализы очень приятно удивили. Приятно. Приятно. Я похвасталась Людочке Степанкевич. Поделилась. Люда, как классно. У меня такие хорошие анализы. У меня не было такого еще анализа по глюкозе. Никогда. Анализ последний у меня был 4,9. А вчера у меня 4,58. Классно, правда? 4,58. Я вам показываю свою еду. Да? Свои шоколадки показываю. Все показываю. Добавляю молочко, лактоза. Анализ у меня, вот, пожалуйста, 4,58. То есть, шикардосные люди результат, правда, по глюкозе. То есть, с возрастом у меня становится лучший результат. Лучше. С возрастом лучше. Нет, чтобы, знаете, как люди говорят. Так, ты шо, уже таки сахар у меня. Это ж возраст, это ж возраст. Бананы лупят, сидят на скамейке и кажут, это возраст, да. Вообще, диабет, что вы знали, это семейная традиция. Национальная и семейная традиция. Пирожки, бананы, фрукты. Пирожки, нарушайте, нарушайте, нарушайте семейную традицию и будет вам счастье. Значит, что касается, значит, сахара, да, очень хороший результат, я очень довольна. Анализ на ТТГ, да, я тоже довольна, люди. У меня даже в том году так не было. 0,8. Значит, мне нужно снять дозу гормона. Тоже хорошо, правда? Если в это время у меня раньше был гормон 1,5, то сейчас 0,8. То есть я принимаю 125 и сотка. Я теперь не буду чередовать, я буду принимать только сотку. Классно, правда? То есть у меня уже сейчас будет летняя доза. А раньше я начинала только с мая. Понятно, да, вот как улучшается гормональный фон. На меня равняться не нужно. У каждого человека свой гормональный фон. И свой прием, своя доза гормона, да. Прием гормона зависит от чего? От ваших эмоций. Вы эмоциональна такая, как Таня, или нет? Вы более спокойна? Тогда у вас доза гормона должна быть меньше. Гормон дается по весу. Если вы похудели, то и гормон вы будете принимать меньше. Понятно, да? Это закон. Только человек худеет, меняется гормон. Гормональный фон, гормон ТТГ 100% поменяется. Даже если вы, я вам рассказываю как практик, меняете питание, переходите на адекватное питание, на более сбалансированное питание, вы уходите от гам на продуктов, вы конкретно не употребляете мучное и каши зерновые, любые, и гречку. У вас улучшится гормональный фон. Вы попробуйте это в месяц. Вот уберите каши и минимизируйте мучное. И пересдайте гормоны на ТТГ. У вас будет лучший результат. Это проверено. Это проверено. Значит, мои анализы, меня люди порадовали. Честно, вот о душе говорю. О душе говорю. Значит, моя система, да, придуманная мной, да, работает очень. Ну, во всяком случае, как для меня. Как для меня. Мой вес сейчас ниже канадской границы уже. Семьдесят девять восемьсот сегодня утром. Ну, то есть, хорошо. Не семьдесят девять пятьсот, восемьсот. Немножко я уберу еще. Грамм пятьсот мне надо убрать. То есть, это капля моря, это чепуха. Это я так вам рассказываю, да. Творог. Вот мне Людочка Степанкевич привезла творог. Я обязательно употребляю молочные продукты. Только перебора не должно быть. Перебор за счет чего у меня был? Сразу говорю. И вот я худела и держу вес творога. Я сейчас конкретно, конкретно присела на продукты по акции. Вот я захожу в магазин, смотрю, акция на ряженку. Ну, возьми две бутылки. Нет, надо пять взять. А потом срок реализации. Ой, я забыла, у меня три бутылки ряженки. Остается три дня. Надо быстро использовать их. Понятно, да? Точно так и йогурт, Людей. Я же не беру баночку или две по акции. Я беру шесть банок. Ага. Я возьму сейчас на сто восемьдесят рублей. Ну, добавь еще десятку. Возьми на двести десять рублей. Потом я смотрю, значит так, срок реализации, допустим, через неделю. А у меня еще пять банок. Понятно, да? Творог даже здесь ни при чем. Ни при чем. И потом, нужно не забывать. Магазинные продукты, молочка с крахмальчиком. С крахмальчиком. Я это понимаю, да? И я веду контроль какой-то, да? Потому что я дружу с весами. А, прибавим на вес, Таня. Молочные продукты, крахмал. В тех же йогуртах. Да, они не сладкие. Но там крахмал есть. Там и загустители. Есть, есть, есть. Вот. Домашний йогурт не хочу. Кто-то скажет, делай домашний. Не хочу. Надоел. Вот когда я захочу, тогда я и сделаю, да? Все, я больше не покупаю сейчас йогурты просто с крахмалом, люди. А творог, само собой. Сметанка, то же самое. Какая-то ложка десертная или чайная. Нормально. Нормально. Понятно, да? Скорее всего, здесь крахмал, магазин и йогурты. Присела. Я вас наталкиваю. Наталкиваю только. Я не поправлюсь. У меня не будет там выше нормы. Не, никогда нет. Нет. Назад дороги нет. Вы что? Я жить хочу. Я жить хочу. Мне нужно не только похудение. Мне нужно здоровление. Сейчас все болезни, они расцветают в молодом возрасте. Вы только посмотрите на молодежь. Какая она слабая, какая она рыхлая. Рыхлая. Она полностью с углеводным жиром. Молодежь, да? Вот болтающийся углеводный жир. Потому что жир есть, качество жира есть разное. Есть человек такой плотный, ты его не проткнешь пальцем. Думаешь, ну ничего себе. Ты посмотри, даже захватить не могу где-то, да? А есть просто фляки, фляки. Это конкретно углеводный жир, болтающийся. Назад дороги у меня нет. Не, 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 не. Я нахожу причинки какие-то. Причинки в себе и считания. И вам подсказываю, люди. Молочные продукты с крахмалом не учащайте. Находите хороших производителей. Творог. Это фаворит у меня. Фаворит. Это мое оздоровление. Без крахмала, раз, то есть без углевода. И без натрия, без соли. То есть отечности нет у меня. Так. Это себе немножко рассказала. Так натолкнула вас, да? Может кто-то задумается и... Тоже пойдет, сдаст анализы и на глюкозу, и на анализ ТТГ. Если кто-то принимает гормоны, возможно, кому-то нужно уменьшить дозу. Есть зимняя доза и летняя. Ни один эндокринолог мне об этом никогда не говорил. Никогда. Сказал только один человек. Да, эндокринолог. Уже в возрасте была дама. Которая научила мне, рассказала, как мне вычислять гормончики. Как нужно их менять. Почему я на лето убираю даже на дозу. У меня улучшается гормональный фон. Потому что день стал больше, и солнышко появляется больше. И гормоны наши тоже меняются. Меняются. Не просто на лето снимать. Нет. Мы смотрим по анализу. Так, все. Давайте почитаем комментарии. Есть комментарий, который дал нам тему. Одну минутку назад написала комментарий Виктория. Таня, а йод из каких продуктов вы получаете? И используете ли вы едированную соль? Рекомендация ВОЗ. 5 грамм соли поваренной. Это дневная норма йода. Не заморачивайтесь. Так, следующий комментарий. Добрый вечер, Таня. Як вы относитесь до фруктового киселю? Какая прелесть. Я обожню ее с творогом. И еще бы. Как смачно, да? Кисель. Это крахмал, да? С творогом. Фрукты замороженые. Все, что родило. Думаю, лучше, чем каши. Неправильно вы думаете. Крахмал. Вам нравится, вам вкусно кисель, да? Из чего вы готовите кисель? Из крахмала? Полисахарид, крахмал? Картошечка полисахарид, крахмал? Вы едите крахмал. Это высокий гликемический индекс, подъем сахара в крови. Но вам надо? Вам вообще надо худеть или нет? Если вам не нужно стройнеть, худеть, да, вы стройно, как и парис. Если у вас нет инсулинорезистентности, нет диабета, ешьте на здоровье. И кашей, и кисель из крахмала. Каши – это сахара. Оболочка. А внутри что? Ядро – это что? Крахмал. Так что, одно на другое меняете, да? Ну, думайте сами. Я не ем кисели. Нет, это же крахмал. Разве мне будет на киселях анализ по ТТГ 4,58? Не думаю я. Ягодки? Да на здоровье с творожком. Вот творог и ягоды – да, но только не кисель, не крахмал. Так, дальше читаем. Таня, объясните за мясо, что надо делать и как жевать? Ну, я только выборочно читаю комментарии. Мои хорошие. Ну, конечно, каждый человек жует. Нам сейчас рассказывают, что нужно жевать там очень долго раз, да? Вот так жевать. Тридцать два раза прожевывать или шестьдесят раз прожевывать. Я так не делаю вообще. Я так не делаю лично, да? Ну, я не слушаю диетологов. Я фильтрую информацию многих людей, да? Где-то могу взять для себя информацию, да? А где-то нет, сказать – это не мое. Это твое, вот используй это, я не буду это использовать. Значит, смотрите, да? Мы с вами мясо едим, да? Мы же с вами классические хищники, да? Вообще, наше мясо даже не птичка, не курочка. Наше мясо – это козы, коровы. Давайте вспомним, как животные едят мясо. Они жуют мясо? Животные. Львы, да? Вот, допустим, жуют мясо или как они едят мясо? Они просто забрасывают себе мясо. Вовнутрь забрасывают, да? Они глотают его. Они его не жуют. Почему? Почему? Вот эти животные, они питаются мясом. Почему создатель не создал так, чтобы они жевали мясо? А? Значит, это не нужно делать. Почему? Отвечаю. Мясу нужна конкретно соляная кислота. А соляная кислота – это не рот. Соляная кислота – это желудок. Вот у животных сразу попадает в желудок мясо. Во рту щелочная среда, слабо-щелочная среда. И если животный белок соединяется, мы долго жуем, щелочью, попадая в желудок, оно плохо усваивается. Потому что идет соединение щелочи с соляной кислотой. И вот этот животный белок плохо усваивается. Поэтому, если вы жуете мясо, не надо его там дробить, кусать 60 раз, жевать. Не надо. Ну, понятно, не глотать кусками, да? Но прожевывать, как хоть нам рассказывать, не нужно. Конкретно это касается мяса. Мясу нужна соляная кислота, но она же находится не во рту, а в желудке. Так, да? Это как бы понятно рассказала. Ну, это, об этом нам рассказывают биохимики, доктора наук, не сертифицированные жути зубками, да? Ну, как бы вот так. Это что касается мяса. Ну, и вот возьмите, даже Николай Михайлович Моссов говорил. Когда я был общим хирургом, я видел, что находится, что делается в желудке. Там такая соляная кислота. Так, зачем вы все перекручиваете на этот блендер? Вам природа дала зубы. Зачем вы все перекручиваете? Вы себе только наедаете жидкой, мягкой едой гастриты. Атрофия желудка идет. Слизистая нарушается. Желудок, комбайн, должен работать, 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 метелить, рубать, рубать, рубать. Понятно? А мы тут все пережевываем до однородной массы, и там уже все. Ну, а вам думать. Так, дальше, дальше читаем. Интересные комментарии. Ну, вот такой вот комментарий. За Людочку нашу. Людочка, которая с палками. Да, Люда, красавица, женщина, 77 в апреле. Но генетику никто не отменял. Людочка молодец. Но спасибо еще маме и папе. Ну, и у каждого жизнь складывалась по-разному. Проблемы, стрессы. Да, конечно. Генетику никто не отменял. Нет, нет. У меня есть знакомый мужчина. Он выглядит на 15 лет моложе. Я говорю, кто у тебя был такой вот внешний? Вот мама. Это генетика, да? Но человеку сделали неправильно. Операция была. Позвоночник, грыжа, да? И он оттуда выписали его, вернее, выписали с порезом нижних конечностей и малого таза. Это полупарализация. И человек себя восстановил одной ходьбой, без одной таблетки. Без одной таблетки. Одной ходьбой через боли страшные. Турники, занятия. Это генетика? Какие стрессы были? Какие проблемы были у человека, да? И он себя восстановил. Он сейчас мачо. В своем возрасте. 30-летки отдыхают. Мачо. Понятно, да? Ну, вот так. Насчет Людочки. Люда похудела на 15 килограмм. Это генетика? На 15 килограмм она похудела. Вот она начала заниматься собой. Кажется, она начала заниматься 60 с чем-то лет. И она похудела на 15 килограмм. Это заслуга Людочкина. И я знаю Люду, вот 6 лет тому назад, Люда каждый день в этом парке первом, она каждый день, полшестого, она уже идет с палками, она на турниках. Она такие делала упражнения. Она 30 раз могла такое сделать. Я только 15, а на 30 в своем возрасте. А? Себя нужно тренировать. Генетика генетикой. Не надо все сбрасывать. Да? Ну, минус 15 килограмм. А если бы она не потеряла их? Как бы она сейчас выглядела и чувствовала себя? А? Ну, вот так. Мои хорошие, я читаю комментарии. Если я ваш комментарий читаю выборочно, да, не обижайтесь. Большие комментарии. Я основной беру, да? Танечка, добрый день. Каждый день прослушиваю тебя и прислушиваюсь к твоим полезным советам. Но тут недавно я послушала одного доктора. Одного. Я концентрирую внимание одного доктора. Наверное, в кавычках. Так вот, он против клетчатки. Против клетчатки. Один доктор. Говорит, что она вызывает последствия рака кишечника. Но ведь все врачи мира уверяют нас, что клетчатка полезна для нашей микрофлоры. Что ты посоветуешь? Не знаешь, кого слушать, Наталья? Наталья, вы же сами написали. Все врачи мира за клетчатку. И только один доктор на букву М. Я не буду рекламировать здесь его. Против клетчатки. Вы кого слушаете? Он вам нужен? Он себя хвалит, как он шикартосно выглядит. Какой он красивый. На букву М фамилия. Там у него еще дружбанность. На букву Х. Против клетчатки. А микробиоту чем кормить? Кишечник. У нас есть академики. А что вы слушаете иностранцев? Нужно слушать свою медицину. Есть хорошие специалисты. Как это без клетчатки? Как это? Нам обязательно нужна клетчатка? Это еда для нашей микробиоты. Для наших хороших бактерий. У нас же еще есть бактерии внутри, люди. А вы прицепились к одному. На букву М. Так, фамилия. Ответила, да? Забуальнирована так у нас все, да? Так, так. Правильно, правильно. Вот такой комментарий. Тоже выборочно. У меня диабет давно. Но врач-эндокринолог советовал в свое время и сказал, зачем вам стевия? Это же химоза. Ой, какой классный врач. Супер. Зачем вам стевия? Это же химоза. Мальтадекстрин, как я говорила вчера, да? И крахмал. Под ней скрывается полнота. Человек переедает сахарозаменителей. Они не насыщают икру, постоянно голая. И пытаются все время обмануть свой мозг. Вы мозг ничем не обманете. Только небольшим количеством глюкозы. Это один выход. Печень будет разлагаться. Классно, да? Скрывается полнота. И печень будет разлагаться. Вот вам и правда. Так, вот это такие комментарии. И вот еще у нас есть такой комментарий. Сейчас мы прочитаем. Дякую вам за порады. Спасибо вам за советы. Прислухаюся до харчувания. Прислушиваюсь до питания. Сгадуйте часту Губновского. Так, прекрасные методы ликувания. Отличные у него методы лечения. Я много раз слушаю. Я его слушаю. Скажи, что выбираете конкретно вид Бубновского, вид него? Мне нравится его голос. Мне нравится лично его голос. Быстро встала и наклоняешься. Не придуривайся. Вот это я беру от Бубновского. Знаете, мне написали. Какой ужасный спортивный голос. Мне нравится спортивный голос Бубновского. Вот со мной только так и нужно. И я постоянно на этом концентрирую внимание. Со мной нужно, как вот разговаривает Бубновский. Вот такой дядечка. Все, больше ничего не беру Бубновского. У меня мои упражнения. Мне нравятся упражнения еще, советуют другие люди. Очень нравятся упражнения Анны Куркориной. Бубновский против кофе, против кавы. Пьет чай с сукром. Ну, а что вы считаете полезнее? Кофе или сахар? Как вы считаете? Я фильтрую информацию. Мне не нравится эта информация. Да, это Бубновский, допустим. Но мне не нравится. Я знаю, он рассказывал. Он пьет чай с сахаром. Нас доволен человеку. Он крепкий мужчина. Он занимается физически. Да, у него силовые нагрузки. Он отрабатывает. У него нет диабета. У него нет инсулинорезистентности. У него нет веса лишнего. Пусть пьет чай с сахаром. По поводу кофе. Кофе очень полезный продукт. Об этом говорят, утверждают известные кардиологи, которые имеют даже гипертонию. И вот эти люди советуют употреблять кофе. Это ценнейший напиток. Во-первых, кофе это один из лучших гепатопротекторов. Предохраняет переход цирроза печени в рак. Кофе никогда не повысит давление тому человеку, кто пьет его в системе. Всю свою жизнь. Кофе очень полезно возрастным людям. Можно с молочком. Это зарядка для сосудов. Зарядка для сосудов. Потом кофе не поднимает давление. Вы же идете писать в туалет через 20 минут. А если человек писает у него, что падает давление? Кофе принимают и гипертоники. Это полезнейший напиток, люди. Вы выпили кофе, через 20 минут вы пописали. А черный чай, он еще больше содержит в себе кофеина. Он долгоиграющий. Вот людям, которые работают ночные смены, советуют пить не кофе. А ночью чай. Он долгоиграющий. Там еще больше кофеина. Так. Ну это мое личное. Вы прислушивайтесь и придерживайтесь кого хотите. Так, дальше. За каши вин для пополнения аминокислот. А что, только в зерновых аминокислоты есть. А в твороге нет аминокислот. А? В сыре, в яйцах нет аминокислот. А? Ну нравится человеку. Нормально. Нормально. Я же говорю, если нет инсулинорезистентности и диабета, ешьте хоть вечером. Кстати, углеводы и быстрые, и медленные очень хорошо употреблять вечером. Почему? Потому что вечером, вернее, во второй половине дня в силу входит парасимпатическая нервная система. Что это означает? Это означает, что тяжелые продукты не перерабатываются. Углеводы перерабатываются. Потому что по природе идет хороший выброс инсулина во второй половине дня. Поэтому десерты для нас, странеющих, лучше есть в 15-16-00. Об этом даже советовал Алексей Ковальков. Вот эту информацию я беру у Ковалькова. Мне приятно ее слышать. Ест человек каши на здоровье. И Бакерия ест каши. Он же не ест целый день. Он же на пиратце стоял целый день. А вечером поест кашку нормально. У него нет жира. Вообще-то я хочу похудеть. Поэтому я не за кашей. И Бакерия, допустим, если ест кашу, то он, когда худеет по системе НАСА, он рассказывает, что он отказался от зерновых. Потому что белок зерновых долго находится у нас в организме. А человек, который хочет по стране, должен принимать такие продукты, которые быстрее будут его покидать. Так, понятно, да? Дальше. И еще про то, что нужно научиться пить много воды. Жидкости, а не воды. Воды. Это чистой воды, вы имеете в виду? Ну, пейте. Прислушивайтесь. Это же интоксикация. Много воды. Ну, полтора литра максимум. Это чистой воды. Ну, литр двести, литр триста. Чистой воды. Вот. Амосов кардиолог. Ну, как бы, тоже вроде бы понимает. Кардиолог был Амосов. Академик. Академик. Я должен выполнять количество воды. Доза должна у меня быть жидкости. То есть он говорил жидкости. Я прихожу домой и пью большую чашку чая. Он же не сказал три стакана воды. Большая чашка чая. Жидкость должна быть. Два литра жидкости. Сюда входят и супы, и компоты, и чаи, и вода. Жидкость. Ну, это придумана вода. Придумана, придумана. Ну, это... Ну, каждый человек сходит с ума по-своему. На здоровье. За уплывание холодной водой. Бурновский, да? А я нет. Никогда я не буду стоять под холодным душем в жизни. Мне настолько некомфортно, неприятно. И я понимаю, что я получаю стресс. Зачем мне стресс? В ванной, зачем мне стресс? Летняя такая легкая вода, да. Но холодная никогда. Это шок для меня. Это стресс. Это для меня некомфортно. Ну, давайте об этом. Люди сейчас купаются в холодной водичке, да? Ныряют в холодную водичку. Заплывы делают, да? Обливаются холодной водичкой. На голову ведро холодной воды выливают. Или холодные души, да? Вообще медицина предупреждает, что купание в холодной водичке – это риск смерти. Это холодовой шок. А холодовой шок – это станок сердца. И это самые-самые такие распространенные причины смерти при погружении в холодную водичку. Холодный душ – то же самое, кстати. Холодный душ вызывает гиперактивацию парасимпатической нервной системы. Это спазм сосуда ведет, спазм сосудов. И вот эти спазмы могут привести к образованию тромбов. Тромбы могут закупорить проход в сосуде. И все знают, что может произойти, если идет тромб. Закупоривает проход в сосуде, да? И чаще всего у нас охлаждаются конечности. Это руки, ноги. Вообще холодная вода, купание в холодной воде приводит к тромбозу, к варикозу, к расширению вен. Люди, которые хотят вообще похудеть, да? Там занимаются закаливанием, да? Они такие плотные люди, которые постоянно занимаются. Они плотные, у них плотный жир, плотный. Это защита, это нормально. Это защитная реакция, жир. Защитная реакция организма от холода. В ледяную воду погружаться – это вообще шок. Холодная кровь. В ледяную воду поступает в сердце и приводит к остановке сердца. Холодный душ – то же самое. Не только прорубь. Холодный душ – то же самое. Вот холодная вода – это риск аритмии. И аритмия может случиться в любом возрасте. Если конкретно есть заболевание сердца, этот риск возрастает. Вот возьмите крещенское купание, да? Очень много смертности. Стоят скорые. Чего они стоят? Это же так полезно. И сколько было случаев, вытаскивают из воды. Он не утонул, ему плохо стало. Или он вышел, да? А потом – привет семье. Это риск внезапной смерти. Даже холодная погода приводит к повышению, допустим, смертности. Холодная погода. Вот есть разница, когда на улице тепло, то смертность меньше. Когда холодает на улице, то смертность увеличивается на 30 и выше процентов. Так зачем нам искать причины какие-то, да? Еще усугублять, допустим, дополнительные нагрузки. Зачем? И потом, допустим, просто холодный душ. Это тоже страшно. Холодный душ, ледяной. Возьмите Анатолия, Анатолий Попанов, да? Он умер в 65 лет под холодным душем. Это же факты. Человека убила холодная вода. Регулярные и длительные холодные купания повышают риск смертности, конкретно от инсультов и инфарктов. Срок жизни у этих людей ниже, а частота инсультов выше. У нас был знакомый семьи. Мужчина выливал ведро воды, на голову зимой босиком выходил. Его уже нету. Его уже нету. Хотя он не старик. Умер рак инсульта. А все знакомые, так о нем, вы что? Кто занимается собой, обливается холодной водой? Рак инсульта. Даже делали эксперименты на мышках, на крысах вернее. Да, на крысах. Погружали крыс в холодную водичку пять раз в неделю. Все, у крыс происходил фиброз сердечной мышцы. Мы же не белые медведи. И мы не тюлени. Холодная вода. Закаляться обязательно нужно. Как сказал Николай Михайлович Моссов. Не укутывайтесь. И не укутывайте себя и своих детей. Одевайтесь легко. Этого достаточно. Главное, чтобы у вас не замерзли ваши ноги. Легкая одежда должна быть. Он так и говорил. Не укутывайтесь. И не укутывайте своих детей. Я одеваю тонкую рубашку. У меня только куртка. Человек прожил 90 лет. А вот эти, которые закаляются, в омут бросаются в эту прорубь, крещенские морозы. Крещенские вот эти праздники, имею в виду. Я молчу, без комментариев. Вам нравится холодная вода? Закаляйтесь. Я нет. Я нет. Я нет. Последствия страшные. Все, мои хорошие, мы с вами сегодня пообщались. Я благодарна всем вам за просмотры моих видео. Я благодарна всем вам за общение, за комментарии. И, конечно, за лайки. Большое всем спасибо, мои хорошие. Худеть несложно. У нас с вами все перед носом. Все перед носом. Мы себе с вами и доктора, и премьер-министры. Не ведитесь на каждую шляпу в Ютьюбе. Фильтруйте информацию. Всем до встречи. Дальше будет. Спасибо. Продолжение следует...